Всем привет дорогие друзья, с вами Владимир, добро пожаловать на канал AppleExpert. Немножко рубрика будет другая, но по теме того, как можно заработать на кредитах. Что я имею ввиду? Есть два способа заработка на кредитах. Есть первый заработок, способ того, что у вас есть на руках примерно 5-10 тысяч гривен. Если это гривны, если же это другая валюта, примерно рассчитывайте именно так, это 200-400 долларов. Как вы можете ими располагать, то есть за счет этого заработать, давать под проценты. И второй способ, это конечно будет с помощью кредитных сервисов. Я оставлю ссылку в описании, попозже немножко расскажу, как можно работать с ними. Начнем с первого способа, если у нас есть все-таки 5-10 тысяч на руках. И у вас есть примерно там 5-6, может даже больше 10 человек, те, которые будут у вас брать под проценты. Возьмем, к примеру, первый человек. Первый человек у вас возьмет там 2000 гривен на 7 дней. Рассчитывайте так, чтобы они больше, чем 7 или 14 дней, до 2 недель. Допустим, под 20%. Итог у вас будет 2400 к возврату. Второй человек у вас берет 1000 гривен, пускай на 14 дней, не важно. Так само под 20%, и это будет 1200 гривен. Третий человек у вас берет, допустим, 1500 гривен. Точно так же там, пускай на 10 дней, под 20%, и это будет к возврату 1800 гривен. Итого, у вас есть 6 человек, ваш заработок из 14 дней будет составлять 4500 гривен. Ваш расход будет 4500 гривен, ваш заработок будет 5400. То есть, это те 900 гривен, которые вы наварили за 2 недели. Просто отдавая людям под проценты, но вы тоже должны понимать, что это будет на свой страх и риск, можно сказать так. Я рассказываю, как можно заработать, и как бы, сами думаете, процент вы можете ставить свой. Это может быть не только 20, это 30, 40, 50, и так далее, и так далее. Вот, это схема, допустим, с 6 человек, то, что я вам сказал, с кредитными, что касается кредитных. С кредитными деньгами будет еще проще. Вам нужно 2 сервиса, опять же, которые я говорю, я оставлю ссылки в описании, зайдете, порегистрируйтесь. И что нужно знать? То же самое, у вас будут, допустим, те же люди с теми же цифрами, даете вы под те же самые проценты. Вы будете иметь точно тот же доход, но вам нужно будет вернуть. То есть, если у вас будет 5400 на выходе за 2 недели, у вас будет навар также 900 гривен плюс-минус от вашего процента. Вы должны вычесть те проценты, которые запросят сервисы, примерно это будет 10-15 процентов комиссии. То есть, 10-15 процентов, это 90 до 120 гривен заберет с тобой. Все равно у вас будет навар. То есть, считайте сами, хоть так, хоть так. Если это я говорил почему, то есть, у вас должно быть на руках примерно 5-10 тысяч гривен, чтобы вы рассчитывали на 2 недели давать людям деньги, те, которые вы сможете себе позволить лично. Если уже у вас количество превысит за тот лимит, который у вас будет на руках, берите кредитные. У вас там будет небольшая комиссия, совершенно там, чем меньше срок, чем даже будет меньший процент на возврат. Но это я вам грубые цифры назвал 10-15, но может быть даже до 10 возврат. И все равно вы будете в прибыли. То есть, сами представьте, какие суммы вы можете здесь давать людям на этот короткий срок. Процент, вычитывается процент за кредитные, вы и там, и там можете зарабатывать. Чем больше вы людей наберете, чем больше у вас будет спрос, естественно, и у вас будет большая прибыль. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропустить мое новое видео. Всем пока!